Краснодарский край по праву считается всероссийской житницей. По объёму производимой сельхозпродукции наш регион в числе признанных лидеров. Немалую роль в аграрном секторе играют и крестьянско-фермерские хозяйства. Все они пользуются постоянной государственной поддержкой. Представители всех заинтересованных служб, как районного, так и краевого уровней, крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозкооперативов и личных подсобных хозяйств, Индивидуальные предприниматели из восьми муниципальных образований Краснодарского края были приглашены в Славинск на Кубани на семинар совещания на тему Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2023 году, возможности сбыта продукции местного производства в сети магазинов «Магнит» и посредством организации торговых точек. О мерах поддержки тех, кто производит сельхозпродукцию, сообщил начальник отдела Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра Андрей Ермак. Поддержка у нас предусмотрена в виде размещения части собраний, в виде выборов, называют субсидиями, и поддержка предусмотрена в виде грантов на развитие материально-экономической базы. Что касается субсидий, то в 2023 году продолжают действовать всякие направления государственной поддержки, которые были реализованы в прошлом 2022 году, и добавилось в несколько новых направлений. На текущий год на господдержку выделено более 13 миллиардов рублей. Всего у нас более 50 видов поддержек. В выступлении председателя Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Кубани Александра Шипулина было рассказано о работе АКОР-края и что дает Ассоциация для фермерских и личных подсобных хозяйств. Это дает возможность получить информацию, получить те сведения, которые помогают правильно сориентироваться в той реальной обстановке, в которой работает человек. У каждого, кто занялся своей землей, есть обязательно мотивация. И она очень важная, и сильнее ее в мире, наверное, в жизни не существует. Эта мотивация в интересах своих детей и внуков мы стараемся что-то на этой земле сделать полезное. Директор департамента по контрактным производствам розничной сети «Магнит» Виталий Фрикин рассказал о направлении агроконтрактации, которое развивает ритейлер. Заключаются долгосрочные договоры с отечественными сельхозпроизводителями на поставки будущего урожая с фиксированными объемами и возможностью авансирования. В сельском хозяйстве, кто занимается фромом, овощами не знают, что, наверное, процентов 80 затрат оборотных денег – это семена СССР и удобрения. Очень больших денег, очень большая оборотка, поэтому для хозяйства это очень важно. То есть мы даем 30% авансирования, и этот аванс отдается не единой какой-то, как говорится, пачкой денег, когда-то, какой-то датой. А с каждой вашей поставкой маленький кусочек этого аванса идет к нам в размещение. В итоге, что могу сказать, за 6 лет работы у нас уже 100 контрагентов, 116, по-моему, сейчас, да, но на данный момент уже в списках порядка 300, и, я думаю, к концу года будет 160 лет. И за 6 лет от нас ушел только один. Как известно, в Славянске на Кубани открылся первый в крае магазин «Фермерский островок». Здесь представлены товары только местных кубанских производителей. Все поступает из первых рук, не используются длинные цепочки поставок. Словом, здесь каждый найдет себе необходимые качественные продукты. Мы напрямую от производителей продаем фермерскую продукцию покупателю. Поверьте, вот я сама, душой и стриптом в машинской паре работе к этому бизнесу своему, и покупатели очень довольны. Многие знают, да, производители, что эту продукцию фермерскую можно реализовать, продать либо на месте, когда она сама туда едет, да, на поле, на фермы, на производство, либо максимум выходной день, в субботу, воскресенье, на ярмарке выходного дня. В нашем образовании с 7.30 до 9.00, минус 38.00 приезжайте, приходите. Те производители, которые с нами работают, мы с удовольствием тоже с ними работаем, реализуем эту продукцию, приглашаем других, какие есть, да, кто еще к нам не зашел, не попал на полки нашего фермерского островка. С удовольствием делаем дегустацию, также производители идут на встречу, они имеют свою продукцию, делаем дегустацию. То есть мы максимально доводим до покупателя вашу продукцию. Состоявшийся на семинаре совещание разговор был очень полезен для всех приглашенных. Небольшим хозяйством сейчас трудно выжить без постоянной поддержки и кооперации. Славянские и кубанские аграрии, приобретая ценный опыт работы, понимают, что нужно внедрять передовые технологии и пользоваться ими. Также есть большие перспективы для сбыта продукции, востребованной потребителями. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».